Ограничительные меры, словосочетание, которое заставляет биться сердца людей чаще. Только россияне смогли вдохнуть полной грудью, как масочный режим снова решил вернуться. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю выросла на 35%. А ныне популярный свиной грипп выявлен в 82 регионах. В связи с этим в некоторых регионах России с 15 декабря был введен ряд мер, среди которых и ношение масок в общественных местах. Маски не обошли страну и Республику Татарстан, где стал обязательным масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций, независимо от форм собственности. Также маски становятся обязательными для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Соответствующее постановление накануне подписала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина. Важно понимать, что меры, которые мы принимаем сейчас, они будут действовать, то есть мы увидим эффект через несколько недель. Обычно не раньше, чем через 2-3. И поэтому органы и лица, в ответственность которых входят в введение таких норм, они смотрят не на то, достигло ли определенного порога количества зараженных, а то, с какой скоростью прирастает число зараженных относительно прошлой недели. После выхода в свет коронавирусной инфекции многие жители России стали несерьезно относиться к другим, похожим на ковид-заболеваниям. В их число входит и грипп. Однако совсем не стоит им пренебрегать. Да, он менее заразен, но несет в себе не менее стойкие нарушения здоровья. По словам эксперта, каждый год появляются все новые варианты вируса гриппа. Те, с которыми человеческий организм еще не успел познакомиться. Так что же заражает нас сегодня? Несколько штаммов. Это в основном разновидности гриппа типа А. И один из этих штаммов достаточно опасный. Это родственник свиного гриппа, который в 2009 году вызвал пандемию. Поэтому ожидают, что люди, которые будут болеть именно этой разновидностью гриппа, непривитые, они будут болеть в среднем тяжелее, чем те, которые болели дополнительным гриппом в прошлом, позапрошлом году. На сегодняшний день именно вакцинация от гриппа позволяет перенести заболевание намного легче. Она значительно снижает риск заражения, а если этого все же не удалось миновать, то сильно сокращает возможность госпитализации. Однако не стоит наивно полагать, что привившись, вы обезопасите себя на 100%. Для того, чтобы здоровый дух организма не покидал вас в тяжелую эпидемиологическую ситуацию, необходимо соблюдать некоторые правила. Нужно поддерживать свой организм в хорошем состоянии. Это значит соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать, полноценно разнообразно питаться, меньше стрессовать. Все эти меры делают наш организм более устойчивой ко всем вирусным инфекциям, не только коронавирусным или вирусу гриппа. Возвращаясь к масочному режиму, стоит отметить, что соблюдать его нужно правильно. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот человека. Также важно вовремя их менять. Идеальный вариант – одно посещение общественного места, одна свежая маска. При должном исполнении жителям остается только запастись санитарно-гигиеническими изделиями и ждать лучших времен.